Седьмой класс, второй урок. Попарно пересекающиеся прямые. Прямые называются попарно пересекающимися в том случае, если у любых двух прямых есть общая точка. Давайте сначала рассмотрим три прямые, лежащие в одной плоскости. Вот это попарно пересекающиеся прямые. У любых двух есть общая точка. Это тоже попарно пересекающиеся прямые. Все три пересекаются в одной точке. Но можно сказать, что у любых двух есть общая точка. Это попарно пересекающиеся прямые. Давайте теперь рассмотрим четыре прямые, лежащие в одной плоскости. Все четыре пересекаются в одной точке, попарно пересекающейся. Три прямые из четырех пересекаются в одной точке, а четвертые через эту точку не проходят. И вот такой случай. Это тоже попарно пересекающиеся прямые. У любых двух есть общая точка. Это провешивание прямой на местности, то есть построение длинных отрезков на местности. При построении используются специальные вехи. Это шестые длиной около двух метров. Сначала устанавливаются вехи в точках А и В, а затем третью веху ставят таким образом, чтобы вехи, стоящие в точках А и В, закрывали ее от наблюдателя, который находится в точке А. А затем устанавливается следующая веха в точке Д, причем так, чтобы ее закрывали вехи, стоящие в точках В и С. Вот таким образом выполняется построение прямой на местности. Первая задача. Отметьте точки А, В, С, Д, Е и Ф так, чтобы точки А, В, С, Д лежали на одной прямой, а точки Е и Ф не лежали на этой прямой. Затем через каждые две точки надо провести прямую и сосчитать, сколько же всего прямых получится. Итак, точки А, В, С, Д лежат на одной прямой. Вот это уже одна прямая уже есть. Затем точки Е и Ф, которые не лежат на этой прямой. И через эти точки можно провести прямую. Это уже вторая прямая. А затем через каждую из этих точек можно провести по две прямые через точки Е и Ф. Ну, вот, например, А, Е и А, Ф. Точно так же можно провести через точку В. В, Е и В, Ф. С, Е и С, Ф. Д, Е и Д, Ф. 4 умножаем на 2 – это 8. Итого 10 прямых. То есть это первая, это вторая и еще 8. Всего 10. Вторая задача. Можно ли на двух пересекающихся прямых расположить 4 отрезка так, чтобы они имели общую точку? Давайте попробуем выполнить построение. Например, это первый отрезок, концы отрезка в точках А и В. Второй отрезок, допустим, С, Д. Тоже точки принадлежат этой же прямой. Так, а теперь еще два отрезка на другой прямой. Например, отрезок Е, Ф. И отрезок, например, Н, М. Вот 4 отрезка на двух пересекающихся прямых. И эти 4 отрезка имеют общую точку. Это точка пересечения двух этих прямых. Ее можно обозначить буквой О. Значит, ответ в этой задаче – да, можно. Третья задача. Сколько всего отрезков? Итак, есть два треугольника. Треугольник А, В, С. И треугольник, обозначим его, Д, Е, Ф. Так, надо сосчитать, сколько же всего отрезков на рисунке. Ну, во-первых, три стороны одного треугольника до три стороны другого треугольника – это уже 6 отрезков. 3 плюс 3 – 6. Так, теперь посмотрите, пожалуйста. Есть стороны треугольников, которые делятся сторонами другого треугольника на части. Вот, например, сторона А, С двумя точками разбивается на части. Давайте сосчитаем, сколько же здесь будет треугольников. Раз, два, три, четыре и пять. Так, и таких сторон у нас будет три. Значит, А, С. У нас пять отрезков будет на этой стороне. Затем сторона В, С. Тоже вот она двумя точками разбивается на части. Значит, еще пять отрезков. Сторона Д, Э, Ф. Значит, еще пять отрезков. Так, а стороны Д, Е и Е, Ф дают по два отрезка. Значит, два и два – четыре. Ну, а теперь, если найти значение суммы 6 плюс 15 до плюс 4, получится 25. Итак, ответ всего 25 отрезков. ПОДПИСМЕНТОМЫ Of course, если нет ни одной – четыре. Какая-то Thank you. С premieres показали папа. Наши уявлены в комнате. ПОДПИСМЕНТОМЫ С-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с. С-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с. Продолжение следует...